Приветствую вас. Я думаю, что начать мой ответ можно с некоторых аспектов, на которых я хотел бы обратить ваше внимание. Первый аспект, это то, что вы не определились всем, чего хотите. То есть вот, с одной стороны, вроде бы вы не хотите потакать своему ребенку, с другой стороны, вроде бы вы... Ага, значит, не хотите криков, да? Вот. То есть вот мне кажется, что... С этим моментом... Ага, значит... Нужно разобраться, да? Вот. То есть нужно... Вам нужно определиться... Именно вот. Для себя, в какую сторону вы хотите двигаться. Не кто-то должен определиться за вам. А именно вы сами. Вот. Ну, вам... Вам... Самой нужно определиться всем, что для вас... Именно важнее. Вот. Я думаю, это первое. Потому что... Вот. Как-то... В соответствии с ценностями... Вашими. А-а-а-а... Которые вы и сами считаете важными. Да? По-дакар, например, ребенку или наоборот, оставлять его кричащим. Вы уже и будете действовать. Это первое. Первый очень важный момент. Надо выспрашивать. Что делать? Вы спрашиваете, что мне делать? Что делать? Чтобы... Чтобы что? То есть... Какая цель? Вау. Конечно. Того, что вы хотите. Вот. Это... Тоже очень... Важный... На мой взгляд... Момер. Понимаете, да? О чем... Я хочу сказать. Дальше. 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 Вы пишите. Не хочу. Так. Потакать. Когда он кричит. Домашний. Начинает говорить, что это не нормально. По кричитам понимает, что это не работает и так далее. Но кричать надо лететь его тоже не хотел. Так. Ребенок сказал, нет облинить. Считает, что от него ждет слишком много. Не давай оправляйте сюда. Ну, мне кажется, здесь у вас такое вот противоречие с твоим уроном, вот, потому что, ну, не так, не так видеться. Вот, а, потому что, потому что, ну, ну, не так, не так. Кажется, если вы противоречия разрешите, да, если разрешите вот именно свои противоречия, то, на мой взгляд, ситуация будет гораздо легче. Вот, вот, сейчас, есть у меня такое ощущение, что вы вот сами, ну, запутались в том, что вам вообще, ну, да, нет. Дальше. Подождите, как правильно вести себя в случае, в случае их крика в таком возрасте, да и в возрасте поставьте. Ну, я думаю, что ключевая ошибка здесь ваша заключается в том, что вы задаете вопрос о том, как правильно себя вести, именно правильно, но правильного поведения нет. Есть поведение, которое вы чувствуете соответствует вашей, ну, действительности. Понимаете? То есть, есть вот поведение, которое соответствует тому, да, что вы хотите. это поведение. И вот это поведение является тем естественным поведением, которое вам желательно продвигать. в принципе, то, что я мог бы сказать вам, то, что я мог бы вам ответить. Именно, вот, какой-то вот такой, да, позиции, именно, вот, с точки зрения того, что здесь можно сделать. То есть, следует преследовать цель не поступить правильно, чтобы оно не поступится, ибо это невозможно. А именно поступить так, как вы считаете нужно, так как вам, так как вам кажется эмммммм, адекватным. Ну, знаете, вот это являются тем, что вам нужно обратить своё внимание. А пока вы руководствуетесь тем, что правильно или наоборот неправильно, будут проблемы, потому что любая позиция, любая позиция будет оспорена. Любую позицию в таком ключе, в таком ключе. Хоть на спорте, к сожалению. Просто потому что всегда найдётся тот, кто скажет, кто скажет, что на самом деле правильно другого. Вот. Ну, в принципе, это то, что вам можно сказать, отвечая на ваш такой вот вопрос. Я надеюсь, что вам это будет полезным. Надеюсь, что для вас это будет, ну, как минимум, интересно. Надеюсь, что будет для тебя что-то новое извлечёт. Вот. Ну, а мне кажется, что не очень хорошая идея уповать на литературу. Вот. Потому что, простите, простите. да. Вы с ребёнком эмоции, а не литература. Вот. Поэтому, я надеюсь, что вы и на это обратите своё внимание. Вот. Я надеюсь, что вы обратите своё внимание именно вот на то, что важно для вас. И будете демонстрировать своему ребёнку также то, что вам важно. Ну, на этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Если понравился мой ответ, я буду благодарен за его оценку в качестве лучшего, я вам желаю всего самого доброго. Удачи. Я надеюсь, что ситуация ваша разрешится самым лучшим образом. Всего вам самого доброго. Субтитры создавал DimaTorzok